Ну, есть выход под ребра, флешечка на большие пески, арт подлавливает у нас Станислава, благо тот успел флешки выкинуть, Винни не чекать, в планете есть минус по оба, это 3 в 3. Ну, постой, ты что, Юрий выступает в борьбу, правда, Юрий не везет, Ксирата также мажет, 2 красных у коллектива ЕГЭ, ну, и то даже не красных, Бриз потерял всего лишь 40 холлспоинтов, Ярт на подхвате, тот, в принципе, может сыграть первую роль, но пока дождается тиммейт, Ксирата вычисляет хэдшот, Бриз минусует Арта и Ксирата, который последний, ну, на линии огня, и, судя по всему, выкрутиться ему будет невозможно, да еще и дофаза отсутствует, потерял чуть больше времени. Этот раунд уйдет ЕГЭ. И по итогу Миху забивает, а вдруг это так и работает, тот тапает по обу, переводится на зелень, попадание в Миху, еще и Станислава, эти мейта будут добивать, Юрий выключает всего лишь одно, погибает Арта, Винни отвечает по обу, 3 в 3 ситуации, Винни было бы неплохо еще и третьего убрать, но, увы, здесь все тщетно. И вертикально по 15 идут, выходят, стреляются с малыми, замечают уже, как минимум, одного игрока в больших, но не знают про Винни, уже и тот палится. Довольно-таки просто забирают двоих игроков, конечно же, это были пистолеты. Поэтому Винни весьма надежная позиция, но тот сваливается на большие пески, Арт, видимо, отыграет до последнего, был замечен противник, а Станислава обезоружил снайпера, но и Юрия еще убирает в следующем, в целом команда ЕГЭ вновь выбивает Аплент. Ну и в конечном итоге это победа, слушай, Ксирата, ну, тут все же отбивается, огрызается нескольким, но будет недостаточно такого минуса на то, чтобы вернуть Плэт. А что происходит? Ну, готовится пока Ксирата к приемке, проблема для него огромная, ведь 5 выходит в данный тайминг, Ксирата забирает Бриза, ну и вроде как сравнял шансы. Но уравнял ли на самом деле, тут уже зависит от тиммейтов, убивание произведет за первый ящик, но там никого нету, у нас два игрока в тройке, один на темном, вот Винни будет достаточно много зависеть, как пойдет у него, но не решается все-таки выбивать, позиции у ЕГЭ были довольно-таки хорошие, плюс ко всему они не подставлялись. Ну, неприятно то, что Фория подставилась, все же вынесли ЕГЭ по миру, они должны это сделать, но вот ожидают ли они Арта, который стоит, как раз таки, на кафеле, на острее это и так и есть, минус по обе, тут Ксирата еще на размене, минус Бриз, 5-2, и выход ЕГЭ захлебывается, даже не успев начаться еще, и Арт. Да он не заклепывается, а тут просто Арт вставляет. Находит церковь, смачечка, но она пролетела просто-напросто мимо, вот Винни могут тут еще и подловить, есть флешка на большие, не работает этот флеш, дабл килл вот этого игрока, и добивает третьего оба в спину, четвертый для этого игрока. Да, но Винни божи. Может быть и нет, Станислав пробросил дым в малые пески, ну и выход через Арту, в спину в защите, несется один, но это не имеет значения, ведь под Б-сайтом Арт все же сумел остановить прорыв. Там Станислав разворачивается, времени не сладает Арта и времени действительно в обрез. Возможно, он начал Станислав тронуть. Также у нас и раунд наслаждения от Пури, тут все прозаично, погибает Бриз, открывается Арт на оба и пикает еще, возможно, и третьего. Да, Миху провалил со снайперской винтовкой, Станислав последний, Калаш на руках, ну и этот Калаш приносит одну маленькую победу, несется Станислав за пачку. Кстати, под Б у нас единственный дроп, а вдруг если задавить молодого, чисто на морали проехаться, то еще и удастся поставить пачку, ну в этом случае Станислав возвращается на А, но там настолько надежное укрепление, что и правду разыграть это невозможно. Ну, нужно проходить к ним Юрия, который у нас на хатчете этого. Ему не дают сделать, это уже есть. Ай-яй-яй могло бы произойти, но все же удается избежать неловкого положения, Станислав выходит в Сити, там Арт, тот стремался играть в открытую, подозревал, что уже из-под Б противник, ну и по итогу застрелили снайпера и выиграли раунд. Да, но замешкался в моменте у нас игрок команды Фурия, не знал откуда ожидать у нас игрока атаки, то ли со 100-метровки, то ли он будет давить его дальше. Атами Фурии откидать банан, Хаешка плотная под Миху, еще одна осколочная, в общем прорывается оба, тут был замечен, перестреливает оба арта, ну и выключая снайпера, дает еще один шанс команде ЕГЭ на очередную победу. Да, шансы у них. Выжидает Ксерато, тиммейты никак не спасут тиммейта, хотя и Миху сам еле живой, и тому не оказывается поддержка, но Миху выловил выгодный тайминг, он не перезарядился заранее, церк последний на Б, выбивание 1-3. Итак, начинаем, церк зажатки ски, ну и итоговый результат, это все же шестой для Фурии, успевает Винни раздефузить. Ну, как ты знаешь, не до конца, мне кажется, ЕГЭ отыграли, учитывая позицию Миху на КТ, можно было бы парно. В этом моменте он должен убивать церка, подловить, дабы кто-то не помогал своей команде и дает хэдшот по церку, уже 4-3. Состоятельно для Фурии, довольно-таки просто могут сейчас еще выиграть раунд, серия разменов 2-2, это уже куда интереснее. Но оба занимают не самую очевидную позицию, есть минус проксерато, и вот как раз-таки тот Юрик, который должен был решать многое. Выход в ТГ на Банан, арт поджима МП9, нужно его использовать по предназначению, хотелось бы флешку видеть от ксерата, будет ли она в этот тайминг, нет. Ну, флешка прилетает все же не вовремя, Станислав оказался в очередной раз под КТ, разворачивается ксерату, увольняет Станислава, и как же ксерата играет на 2 фронта, боженька. Ну, тот перетягивается на гроба, и вот туда же в гробы могут его положить, хотя пока не обратили внимания. По бризу еще и хаешечков долетает до него, и это клатч-момент 11-3 для болгара, но Винни останавливает эту болгарскую машину. Что церк всю карту жует? Вот не может даже... Уже хотелось бы бомб принести ближе к лунту, выжидает тайминг ЕГЭ, этого тайминга может и не быть. Хотя Винни открывается, то делает ошибку, а вдруг ЕГЭ выигрывает раунд. Есть информация предъявительная по дропу, ксерата, но в скоб Станиславу, и это помогает Пури выиграть восьмой. Церк действительно может нарешать, плюс ко всему Станислав есть на хаешечке, есть уже открытие по церку, но тот не дает ни одного минуса. И просто-напросто троих игроков базы Б развалили без размена, вот только дроп. Серьезно у нас пострадал, все было замечательно. Но вот, увы, не срабатывает данная стратегия. Оба попытки добить хотя бы одного, забирает пару. Вот так вот в линию поставили с Фурия, но это, на самом деле, ничего не дает серьезного. Вот Станислава под флешку, он забирает дропа, еще и повторный выпад, но вот арт в фулблайнде его забирает, и как танк пробирается уже под Б базу, убивает второго опорника минус Миху, 4 в 3. Есть момент, вот там всего лишь два дигла и скаут у церка. Да, Ксирата пока на банане, у нас Юрий и Ксирата на капель, ну окей. Кроссфайерные позиции для Фурии замечательные, но все же они приносят победу в этом раунде. Одиннадцатый. Ну, это было у нас всего лишь фактически экономически, дальше следует полноценный бой, церк, шашлычок, но на нож садит Винни, и все же миссия он кип... Фурия открывает Савинни также из-под стенки, но все же сваливается. От Ксирата теперь зависит размен. Итак, оба, и одного, и второго, и третьего оба! Дал между глаз дропу. Тут все круто складывается. Выглядело это со стороны нелепо, но вот Фурия не смогла совладать с преимуществом, и уже остается у нас один арт против четверых игроков защиты. Нет, они тактически ее оставили позади. Фурия бомба не нужна, когда есть хорошая стрельба, да и арт с мак-10, это всегда гарантия успешного выступления. Не везет Винни, но тот дает больше фрагов для арта, справляется в свою очередь арт с одним, погибая в следующем дроп, Юрий последний, возвращается к бомбе, ну а там уже оба встречает, и девятый для ЕГ. А и вот для Миху тут будет, кажется, дискотека готовится, есть флешка под него, но тот левает, откидывает еще прекрасно, конечно, под ноги. Есть прейдаун по двоим игрокам, но не больше. Винни разменивает его, Церк со своим тиммейтом будет дальше принимать выход по б-плэнс. Макавка-то нет, будет тяжело Фурии пройти, и это трипл-килл для Станислава. А у нас там дискотека века. Втроем у нас Фурия занимает Банан, один Винни занимает апартамент, и там как раз-таки у него может быть стычка с Бризом. Артлас активно проходил под б-плэнс, но Миху его четко убивает, Ксеррата есть на размене. Опять же, Кэп, злых гениев всегда есть на выручке, 4 в 2 момент, большинство для него сейвить, но Винни... Да нет, никакого смысла не надо. Сам не понимает, что ему... У Бриза и Миху экономики немного. Терять даже несколько долларов в потенциально опасную дистанцию, но все же Царг подставляется. Тот был красным, ты отметил следующий рубеж, это Станислав, и он играет за сайт. Он за 23 секунды до конца поджимает две спины, выстрел от Винни, но, увы, мимо кассы. Чуточку не хватает фурии, утропада, и в целом фурии не хватает на карте Инферно. Ну, принимает решение зарашить Б, но тут четко, четкий прием. Вот ЕГ, теплый прием, даже под Молик, Миху настреливает сайленсера, и оба добивают. Все это дело, есть 12 раунд для... ...попал свои девайсы, теперь уже на калашах защита, те выходят в ретейк, Винни достаточно открыто стоит, масса гранат Винни убивает Бриза, разменивается Царг, дроп последний. Ну, у дропа позиция хорошая, хоть и из-под смока, Царг может по наитию зашить, открывается дроп, и все же не поверил, что это был фейк. Друзья, 13-11, и ситуации 2 в 4. Да, как же четко. Но Станислав не считается в этом случае, да и второй игрок, выходящий из-под руин, определенно будет долго скрываться. Миху отвечает, все же не везет Станиславу, ситуация 2 в 3, попытка разрулить очередная для ЕГ. Ну, тебе 2 в 4 брали, почему вот сейчас не смогут? Конечно же, могли бы попытаться, но вот, увы, парный выпад к Сирату-Сюриям, и Брис, который нес через Банан, абсолютно дроп не в состоянии пройти. Ну, а Винни, который остается под 15, банально будет ловить перетяжки. Винни удалось обезвредить, четко сыграно, хоть и Миху красный. Там целых 2 у нас биты для команды ЕГЭ, но и это не помеха. Оба убирают дропы, погибает Миху, расстреливают к Сирату, включается Юрий, ну и тут быстро его остудил Брис. Видно, будет давить его до последнего, и нужно было ему, конечно же, попадать, и он это делает. Есть минус по дропу, к Сирату на размене, вот про Миху вообще не подозревают. Но Миху не замечает игрока на первом ящике, и Арт еще и не попадает по нему. Что за жесть творится в этом раунде, и есть ситуация 1 в 2. А для оба он 100 и 2, по сути, красных игрока, 21 холдспойнт у Арта и 47 у Юри. Но, опять же, позиции у них кроссфайрные, и могут просто-напросто его распетлять. Получится ли оба это сделать? Нет. Не получится, Юрий говорит, приговаривают его к смерти. Нужен еще один минус, Брис ошибается, нету от него кила, и дроп у нас зажимает Миху. Остается церк, но и тому не дадут засеять, судя по всему, но только отвечает у Арту. Ну, я думаю, прямо сейчас Фурия выдвинутся на... Через КТ, церк должен услышать хотя бы одного, хотя нет, тут они ни секунду разворачиваются на банан. Там его ожидает Ксирата, и тот же ставит голову. Будет не выйти из группы, и в случае поражения ЕГЭ, то у троих команд по 6 очков. Да, все правильно, переигровки. Вот так вот. И американский регион у нас прочувствует эту рулетку. Ну вот, получается Миху перестрелять Юрия, погибает Миху, и в целом команда... Включаем режим Берсерка, полетели вперед, Молотов прилетает точно под Арта, но все же потушили, и Арта погибает от рук Оба. Тут еще и церк вырубает дропа, погибает Ксирату, минус по церку. Это было 2 в 4 в 1 момент, уже 1 в 3 для Юрия. Тот забивает Бриза, ставит пачку. Оба решил не высовываться из-под смока. Правильное решение, ведь Миху только еще на ретейке. Ну и Юрию было бы неплохо уничтожить последнего игрока под Аплентом. Оба вновь-таки открываются. Перестрелка не задалась. Ошибается Оба. Подходит Миху. Один в один. Кто кого переиграет? Юрий Мансит. Ну и все же лавирует из-под колонны. И фраг по Миху. Это один в три ситуации. И в целом 2 в 4 берут Фурия на последнем раунде карты Инфернос. С чем мы их и поздравляем, поскольку они теперь в группе набирают целых 5 побед. Продолжение следует.